Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! С вами 12-я чемпионка мира по шахматам Александр Костенюк. И в этом видео разберем партию, которую пользователи сайта Ческом в голосовании на лучшую партию 2021 поставили на первое место в номинации лучшая компьютерная партия. Белыми играет Стокфиш-14, черными играет Лила и разыграна защита Пирца Уфимцева. Не знаю, с какой именно позиции начали самостоятельно играть движки, но предположу, что черные разыграли этот вариант не по своей доброй воле. Итак, на четвертом ходу белые поставили третью уже пешку на четвертую горизонталь. Ф4, ферзь А5, создавая угрозу, конь бьет Е4. Поэтому белые защитили пешку Е4, слон Д3, Е5, конь Ф3, конь БД7, 0-0, слон Е7. Король А1, белые убирают короля на линию А, чтобы где-то линию Ж впоследствии использовать, как увидим в этой партии. Ферзь С7, ферзю на А5 делать нечего, решают черные и уводят его ферзя обратно. Поэтому вряд ли стоило выскакивать им на А5 так быстро и так рано. Ферзь Е2, 0-0, ДЕ, ДЕ, А4, ограничивая возможную активность черных на ферзевом фланге. Б6, слон Д2, соединяя ладьи, А6, Ф5. Белые снимают напряжение с центральной пешки Е5, закрывают королевский фланг. И это обозначает начало их активных действий на королевском фланге. Очень пассивно черные разыграли дебют, потеряли время после маневра ферзь А5, ферзь С7. Ввиду всего этого белые получили дебютный перевес, который сейчас будут реализовывать атакой на королевском фланге. Слон Б7, Ж4, ставят белые смело пешку под бой, не боясь взятия на Ж4, потому что после этого вскрывается линия Ж, которую белые фигуры смогут использовать для атаки черного монарха. Б5, несколько запоздалая попытка создать контрыгру на ферзьевом фланге черными. Ладья АЕ1, белые как будто не замечают действий черными на ферзьевом фланге. Ладья АД8, Ж5, КНХ5, Ф6. Что же, не взяли черные пешку на Ж4, но белые настроены решительно. Они все-таки хотят заставить черных вскрыть линии Ж перед королем. Черные в партии ЖФ не сыграли. В случае ЖФ белые бы достигали своего. Они могли бы пойти КНХ4, затем забрать на Ф6 и всеми своими силами обрушиться на черного короля. В партии черные решили, что лучше позволить белым взять на Ж7, но линию Ж не вскрывать. Проблема в том, что после ФЖ, КНЖ7, да, пешка на Ж5 еще жива, и линия Ж не вскрыта, но позиция короля уже заметно ослаблена. Пешка Ж7 ушла с доски, и поля Ф6 и А6 уже никто не защищает. КНХ4, КНЦ5. И белые продолжают подводить свои фигуры поближе к королю черных. Ладья Ф3, КНХ8, ладья ЕФ1. Стоит отметить, что черные так и не создали никакой серьезной контрыгры ни в центре, ни на ферзевом фланге. И у белых, кажется, есть все время, которое они пожелают, чтобы усилить позицию своих фигур и заатаковать черных. Слон С8, КНФ5, КНД3, СДБ4. Вроде бы, вроде бы, наконец-то черные напали на фигуру белых, и, может быть, они надеялись на то, что конь уйдет, и тогда где-то после С5 по большой диагонали H1А8 белопольный слон черных сможет принять участие в игре. Но белые не собираются делать ходы назад. В этой партии все фигуры белых идут только вперед. Они бьют на Ж7, жертвуют коня. БЦ, С3, КНГ7. Зачем они пожертвовали коня? Стокфиш 14 просчитал эту позицию на энное количество ходов вперед. И увидел, что после ладья F6, слон Е6, ферзь H5, ферзь Е7 в распоряжении белых есть очень сильный ход Д4. Выясняется, что если белым удастся вскрыть большую диагональ, то слон, который подключается к атаке, создаст просто смертельные угрозы. Например, здесь после король G8 белые могут изящно замотовать черных вот таким вот способом. Вновь черные пытаются не вскрывать линии напротив своего короля, держат напряжение, ладья D7. Но тогда, после ферзь H6, король G8, белые не бьют на Е5, потому что это несколько закроет их слона и его возможности. А идут дальше, D5. Как же это открывает слона, спросите вы? А вот так, на CD белые собираются пойти ладья 1, F4, да, под бой, но после ЕF следует знакомая уже нам комбинация. Как только вскрывается слон по большой диагонали, белые вот таким вот образом мотуют черных. А так как угроза ладья H4 смертельна, с последующим затем ферзь H7, то ход CD проигрывает. Но, честно говоря, и избранный черными в партии слон D5 немногим улучшает ситуацию. ЕD слон B8. Здесь в распоряжении белых было много сильных и достаточных для победы ходов. Но вот ход, который сделал компьютер, он, конечно, компьютерный. Последовало, вот если вы попробуете догадаться, какой ход избрали белые, я сомневаюсь, что вам это удастся. То есть в первую очередь смотришь какое-то взятие, либо ход G6, либо даже план ладеев 3, ладе H3 разбираешь. Ну что еще может в голову прийти в этой позиции? А Стокфиш избрал ход B4. Зачем? Спросите вы. Да, я тоже задала себе этот вопрос. Но ларчик достаточно просто открывается. Выясняется, что это профилактика против ферзь C5. Потому что если пойти сейчас ладея 1, F3, попытаться перевести ладью на H3, следует ферзь C5. И черные создают угрозу ферзь бьет D5. Именно поэтому белые играют B4. И здесь готовы уже сыграть ладея F3 и перевести ладью на линию H. А после ладья бьет D5, они двигают пешку вперед, HG последовало в партии, ладья 6, F3 и переводят на линию H вот эту ладью, параллельно где-то дополнительно вскрывая большую диагональ и делая невозможным ход E4. Слон D6, ладья H3, ну и здесь уже партия переходит в такую техническую стадию добивания. Давайте посмотрим, как реализовывал Стокфиш свое солидное преимущество в этой позиции. Ферзь G6, Ферзь G7 не разменял ферзей, потому что материального преимущества у белых нет. Есть позиционная, именно слабая позиция короля. И, конечно, белые должны продолжать атаку. Король F7. Мы видим, что черные не могут защитить своего ферзя. После короля F7, ладья H7, он теряется. Да, теряется за ладью, но, как мы знаем, ладья это не ферзь. И ладьи маловато для того, чтобы нейтрализовать силу ферзя. Ферзь B7, C5. Партия еще продолжилась просто потому, что компьютеры запрограммированы действовать до конца, играть до мата. И мы смотрим, как быстро замотовал сток фиш Лилу. Но эти ходы уже шахматного значения какого-то не имеют, потому что нам всем это понятно. Шахматные программы такой материальный перевес очень легко реализуют. И ходом ферзь G4 белые замотовали черных. Вот такой вот мастер-класс по вскрытии позиции со структурой из пирца уфимцева с ток фишем против Лилы. Мы с вами разбирали несколько компьютерных партий в 2021 году. Продолжаем эту традицию и в этом году. Ну и если вы читали статью с номинантами на премии сайта Часком за 2021, какие партии из перечисленных там, компьютерные партии, вам понравились? И какую бы вы из них поставили на первое место? Жду ваших комментариев. Не болейте, играйте в шахматы. С вами была Александра Костенек.